Автопробег Красноярск-Крым продолжается. Сегодня маршрут наших путешественников пролегал вдоль Черноморского побережья из Туапсе в Сочи. На связи с нами Андрей Дунаев. Андрей, здравствуйте. Как добрались и что уже успели посмотреть в Сочи? Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Действительно, мы добрались до Сочи. И расстояние от Туапсе до Сочи в 120 километров сегодня наш автопробег преодолел, внимание, за 5 часов. Но тот, кто был в Сочи, прекрасно знает о том, что здесь довольно сложный серпантин. Скорость движения примерно 20-30 километров в час. Очень хорошо, что мы избежали пробок, но тем не менее, вот такое длинное расстояние нам сегодня длинное по времени удалось преодолеть. Мы только что приехали в Сочи, поэтому у нас очень свежие впечатления. Могу сказать, как человек, который был в Сочи последний раз 5 лет назад, город видоизменился абсолютно. Совершенно новые развязки, совершенно новое дорожное покрытие, огромное количество новых построенных зданий, ну и, конечно, огромное количество туристов. Немного статистики. В этом году Сочи принимает 5,5 миллионов человек, с учетом того, что круглый год приезжают сюда туристы. Средняя сумма, которую оставляет турист в Сочи, 3 300 рублей в сутки. Надо сказать, что номерной фонд сейчас заполнен на 97%, так что здесь все достаточно плотно. И еще одна интересная статистика. Дело в том, что город, город Сочи, по итогам, которые, это уже прогнозы бархатного сезона, до октября месяца рассчитывали занятость отеля. Можно сказать совершенно определенно, что Сочи самый популярный курорт в России, с учетом зарубежных направлений. То есть максимальное количество россиян отдохнут именно в Сочи. В тройку также вошли Ялта и Геленджик, соответственно, на втором, на третьем месте. Но Сочи побеждает это совершенно очевидно, совершенно определенно. Определенно, есть в Сочи народ и на пляже, что вполне естественно, и в парке Ривьера, рядом с которым мы сейчас находимся. Ну и вообще по городу можно наблюдать огромное количество туристов. Что касается программы, которая у нас запланирована в Сочи на завтра. Завтра мы посещаем Олимпийский объект, потому что наш автопробег, это патриотический автопробег. Естественно, тот уровень патриотизма, который возник по результатам Олимпиады и победы наших спортсменов, конечно, нельзя не отметить. Мы покажем это все, во-первых, увидим своими глазами, во-вторых, покажем вам. Так что следите внимательно за нашим автопробегом. У нас впереди большая и плотная программа в Сочи. Мы расскажем и покажем все, что сможем увидеть. Спасибо, у меня все.